Дорогие друзья, здравствуйте, добрый вечер, good in the evening, good evening на планете Земля, сегодня 20 октября 2021 года, ждем нас всех гостей, сегодня у нас интересная многогранная гостья, 127-я наша гостья, сегодня у нас в гостях Елена Жукова, очень специфичная, необычная, красивая по законам природы женщина, которая занимается своими любыми делами и некоторыми секретиками, мы попробуем ее попросить, попросили мы ее также до того как, чтобы она нам рассказала. Итак, ребята, сегодня 20 октября 2021 года, наши маленькие рекорды, за год и 4 месяца 127-я звезда у нас в гостях сегодня Елена Жукова и самый старший участник у нас был 94 года юморист Георгий. Георгий Терехов, который поднял всю эстраду советскую и русскую на планете Земля, то есть он писал и Петросяну, и Галкину, и так далее, и так далее, всем, всем, всем. Самая младшая участница 5 лет, а женщина у нас была дрессировщица слонов семейства Корниловых, четвертое поколение, бабушка, или прабабушка, точнее Корнилова, 94 года, сделала пробежку по морю и прибежала к нам в гости. Итак, сегодня, ребята, 20 декабря, пардон, 20 октября 2021 года, и самое, что интересно, завтра будет у нас 21 десятая, 21 века, и кто закажет желание в 21 час 21 минуту, тот, естественно, эти желания будут исполниться. Почему, я сейчас скажу. Ждем нашу гостью Елену Жукову. Самое, что интересное, есть такое выражение, что детей сегодня, в принципе, неудобно иметь, или, может быть, как-то не хочется иметь, но у нее сегодня 6 детей. Взять моих всех даже детишек можно сделать хорошую футбольную команду. Поэтому это и будет первый вопрос, то, что все-таки мы творческие работники и работаем и в первую смену у нас рептиции, во вторую смену у нас концентра, а третья смена, как говорится, святое дело. Итак, ребята, ждем в гости, ждем в гости, потихонечку присоединяйтесь. Самый интересный вопрос, естественно, мы зададим нашей звездочке сегодня, 127-й, Елене Жуковой, и ждем ее в гости. Мы ведем сегодняшний наш, как всегда, репортаж с юга, с самой южной точки Германии, с нашей Южной Баварии, которая граничит через дорогу буквально наша Австрия, Олимпийские горы, которая соединяется, и чуть правее Швейцария. Очень интересный городочек, поэтому на всякий случай, кто зарегистрирован в Фейсбуке или кто еще нет, ищите нас, Сукшпицы по-русски, или Георгдель, или Джордждель, где-нибудь вы нас найдете везде, и в ВКонтактах, и в Одноклассниках, на Фейсбуке, в всех социальных сетях, в Ютубе ДелЭкспоЭвенс, или в Инстаграме ДелЭкспоЭвенс, тоже мы здесь сейчас в прямом эфире. Итак, ребята, ждем нашу звезду Елену Жукову, которая к нам, будем надеяться, интернет не подведет, потому что там сейчас что-то в России, что-то опять какое-то кино начинается, непонятно, но это не наша тематика. Главное, чтобы Инстаграм у нас сегодня работал, как всегда, профессионально, интересно. Ждем нашу гостю, ждем, 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 и где же ты, наша Елена? Ждем побыстрее, пока на всякий случай вопросики, и, кстати, вопросы некоторые к женщинам. И я думаю, сейчас, как всегда, октября, можно загадывать желание до завтрашнего дня. Внимание, внимание, скажу больше Ахтонг, Ахтонг. Елена Жукова, где вы у нас находитесь? Давайте присоединяйтесь к нам в гости. Я Воль, приветствую. Приветствую всех. Здравствуй, здравствуй, Елена. Прежде чем я начну наше интервью, я скажу, что сегодня у нас 20 октября, 127 звездочка у нас на планете Земля с нами на Инстаграме. И кто с сегодняшней минутки до завтрашнего дня, до 21 октября, до 21 часа, 21 минуты, 21 века задаст, загадает желание, оно исполнится. Знаешь почему? Потому что у нас сегодня сумасшедший звездопад, и одна звездочка, бриллиантная, к нам попала на Инстаграм. И это вы, Елена. Здравствуйте. Всем привет. Вот такая у тебя маленькая мотивация. 127-я наша звезда за год и 4 месяца. И, Елена, твои приветствия к народу на планете Земля. Елена, всем привет. Всем привет. Спасибо огромное. Привет. Елена, я начну с небольших праздников. Сегодня очень интересные праздники. И из этих праздников можешь меня также поздравить. Сегодня Всемирный день поваров, Елена. Всемирный день поваров. Я готовлю левой рукой. И хотел бы вот первый вопрос задать. Кто самый лучший повар из мужчин на белом свете, который готовит? Мне кажется, все мужчины замечательно готовят, если не ленятся. Ну, может быть, немножко лучше. Есть такой. Чуть-чуть лучше, чем другие. Я даже не знаю. Но обычно мы хвалим своих мужчин, если они у нас есть. Понятно. Я открою тебе секрет, это я. Я хвалиться не буду, это я. Хорошо. Так что, уважаемые мужчины, кто вкусно готовит, вас сегодня замечательным таким днем. Готовьте для нас, любимых женщин, вкусные блюда. А если есть детки, если есть семьи, вот. А мы любим, как говорится, вкусно покушать и готовы заняться дегустацией блюд. Вот дегустация. Ваш любимый блюд, да? Очень много. Очень. Это по настроению, я скажу. Именно по настроению. Елена, такого нету. Я что-то именно любимое не могу сказать. Именно по настроению, в какой стране я нахожусь. Или рыба, или салат. В основном салатная такая. А если вот взять, так как вы живете долгое время, я так понимаю, в Мюнхене, да? В Баварии Южной. У меня, кстати, сын там на свет появился, Стивочка, младшенький, седьмой. Вот. Не помню, как клиника называется. Но у вас такие замечательные места. Прям вот речки. А свежий воздух, боже мой. Все, еду к вам в гости. Обязательно. Тема закончится. Вот. И мне интересно, вот у вас Бавария славится пивными всякими вечеринками, да? Вот пивной фестиваль, алкоголизм. Народное гуляние. Народная пьянка называется. А вот блюда-то какие у вас? Или вас все ходят, ужинают, обедают с вином, с пивом в обед, там, с запусками всякими? Я скажу, дело в том, что Бавария сама деревенская такая, республика, и в принципе деревенская пища во всех странах одинакова. То есть очень много салата, очень много бульонов, очень много картошки, очень много мяса, неважно какого. Ну, естественно, в основном в каждой деревушке свой колбасный такой магазинчик, своя булочная такая, все такое специфическое. Если поедете в соседнюю деревню, уже такого мяса или колбаску или булочки такой не найдете. Здесь все это спрятано очень так, потому что генерация идет друг от друга. Ну, у вас и генетика получается. Смотрю, вот я была в Мюнхене, да, я такой аналитик, да, но я люблю изучать медицину, люблю изучать людей, языки, да. Ну, когда приезжаешь куда-то в гости, да, там, в Америку, в Мюнхен. Ну, конечно, да. Интересно вообще познать, как люди живут. И если честно, я удивляюсь, вы там все худенькие. И для меня это загадка. В Америке все пончики такие ходят. А вот у вас почему такие вот все... Секрет, секрет очень простой. В первую очередь это воздух, потому что воздух горный, альпийский. Здесь нельзя строить ни заводы, ни фабрики, Елена, это отпадает полностью. Высотные здания, ничего нельзя строить. У нас, где мы находимся, самый высокий этаж, это третий. То есть по-русски третий этаж. Самый высокий. Остальное все такое вот скромненькое. Ну, помимо воздуха, еще вода. То есть это у нас идет талая вода. То есть дом у нас талая вода. То есть это самое основное для организма. И не важно, сколько ты будешь кушать и пить и есть. У тебя, в принципе, с этой энергией, насколько это все быстро перерабатывается, что хочется постоянно кушать 4-5 раз в день. И хочется много кушать. И чем больше кушаешь, тем больше худеешь. Вот такой маленький секрет. Я сейчас говорю, кто на похудение, кто к нам. Я, естественно, я удивляюсь. Вот я измеряю людей многих. Как так? Измеряешь? Потому что в Америке там все такие, прям вот, они едят много, футбол смотрят, у них пиво, пицца, эти всякие сэндвичи, Макдональдсы. И они все такие ходят упитанные, если вот вы смотрите американские фильмы, ну и так далее. А вот Италия, вы, да, Бавария, Париж, я смотрю, все такие, прям вот, даже вот я влюбляюсь вообще вот даже в моду, как вот немцы шьют одежду, как итальянцы шьют, в Париже какие вещи, боже мой. Вот я фанатка что-то необычного, да. И поэтому я вот, мода, она в основном же связана с Италией и с Парижем. Вот, конечно. Об этом мы еще поговорим обязательно сегодня, потому что идет парижская мода сегодня. И у вас в Москве тоже была... У нас постоянно в фестивале моды идут, постоянно в гостином дворе, все любят показать. По поводу формы спортивной, Леночка, я добавлю, по поводу формы спортивной, у нас есть хороший вариант, что когда пьют или вино, или пиво, кушать нельзя. Вот тогда в форме ты держишься. Подожди, секундочку, как, в смысле, если ты пьешь пиво, вино, нельзя кушать? Закусывать? Ну, если ты будешь кушать, ты будешь поправляться. Закусить можно. А именно питаться, то есть, если ты села за ужином с хорошей кружечкой пива и хорошим питанием, то естественно, идут килокорория. Это отпадает полностью. В общем, пиво, вино, алкоголь, это как некая еда, что если ты пьешь алкоголь, не надо ничего кушать. Или кушаешь, но не пьешь. Вот ты правильно заметила, пиво в Баварии считается не алкогольным напитом, а в кодексе Германии в Баварии стоит пиво-питание. Да вы что? На самом деле, а у нас тут алкоголика каждого объявляют. Да вон алкоголик, пожалуй, он с пивом. Все начинается, да. Нет, дело в том, что здесь официально можно, ну, как вот раньше было в Советском Союзе, в спецмагазинах в 11 часов утра покупать спиртное. Так и здесь как бы неписанный закон, то, что с 11 часов уже, если кружечка пива стоит у тебя там, ну, кто-то там с сигареткой там, я не знаю, в перерывчике тоже, ради бога, это нормальное явление. Но это все так спокойно, не торопясь. Ну, я заметила, я заметила, да, когда вот, я люблю путешествовать, я такая лягушка-путешественница, да, мне хочется все познать, со всеми поделиться, вот. И, честно говоря, я прям удивилась, что за обедом, выходишь из отеля, когда обедать, да, вино пьют люди спокойно, там, бутылочка, да, там, ну, сколько, бокалы два, там. Я удивляюсь, думаю, люди что, вообще ничего не делают, а как же бизнес, они там пьют алкоголь. А это, говорят, реально, да, в Париже, в Италии, ну, это вот принято у вас этикет такой, типа, а почему бы не выпить в обед приятные компании? А у нас тут, если в обед мы выпьем вина, тут же считается алкоголик, понимаете? Ну, наверное, вы не выпиваете, а вы пьете, это две разные вещи, понимаешь? Да, кстати, выпить и пить, это да, я согласна. Вот, наверное, понимаешь, и поэтому, в принципе, здесь, ну, считается то, что контролируется, все равно, в любом случае, и алкоголиков тоже хватает, и тех, и других, понимаешь? Но это от каждого человека зависит, понимаешь? То есть, заниматься немножко спортом, свежий воздух, я говорю, свежий воздух, вода и питание, очень такое специфическое, допустим, молочко, сфермы, понимаешь, яички, сфермы, там, такое, все. А, кстати, хочется на фазенду, на фазенду куда-нибудь там-то, да? У нас, вот я, кстати, эти выслал перед нашим эфиром фотографии, эти выслал нашего заката, где мы находимся. Я обязательно, когда мы с вами пообщаемся сегодня, обязательно выложу все видео, какие вы мне присылали, поделились своими сказочными местами. Вот, честно, я очень люблю водоемы, водопады, фонтаны, да, у нас только фонтаны стоят на каждом шагу. Ну, вот смотри, Лен, я хвалиться не буду, где я живу, вокруг нас 12 озер, 12 озер. В каждом озере минимум по 4 вида форели, понимаешь, форель, 4 вида форели, горы, леса сумасшедшие, очень красиво, поэтому я всегда говорю, у нас на Фейсбуке хорошая группа, Трукшпицца по-русски, у нас группа, у нас так и называется, по следам баварских королей с королевами там, где сказки живут, это наше путешествие, поэтому приезжайте к нам в гости. Если честно, я вообще восхищаюсь вами, что вы молодец, что вы путешествуете, не сидите дома, получаете от жизни эмоции, это очень важно, особенно делитесь с публикой, замечательными местами, это очень важно для людей, не только в себе, да, я съездил, отдохнул, и чтоб никто не знал, а вы молодец, я смотрю, вы прям жизнью заряжаетесь, и еще и вдохновляетесь, и делитесь с публикой, вообще это гениально, это вот то, что... Прямо намотивировала, я аж занервничал, Елена, я аж занервничал, спасибо большое. Хорошо, ближе к теме нашей, к нашему телу, расскажутся, как говорится, секреты Елены Жуковой. Первый вопрос, скажи, пожалуйста, вот твой вопрос, сильные женщины бывают вообще? Мне кажется, сейчас такое время сильных женщин, не в обиду сказанным мужчинам, вот, потому что мы в жизни... Любой ответ принимается, любой ответ принимается, он не воспаривается, ваше мнение всегда гарантированно. Итак, сейчас время сильных женщин. Правильно я понимаю? Время сильных женщин, потому что женщины научились не только воспитывать детей, женщины научились делать деньги, женщины всегда думали мозгами, вы поняли? Если мужчины думают мозгами, а чуть ниже, то женщины, они идут вперед... Раньше мужчины мозгами думали, сейчас они не думают, да? Спасибо. Ну, мужчины очень легко обмануть. Сейчас женщины обучаются в специальных школах, как мужчину можно взять и вывести... Взять за что? Из того состояния. Да, вот. Взять за что взять? За все места. За все. За мозг, за тело, за дух. Они научились влюблять в себя мужчин. А мужчина влюбленный, он теряет все, свою душу, сознание. Он начинает все любимое для тебя. Я покорен, я вдохновлен, я люблю тебя, боже мой, ты такая классная. То есть женщины научились делать все в наше время. Гипноз. Научились обладать гипнозом. Так что, мужчины, бойтесь, женщины. Ну, хорошо. Вот следующий вопрос тогда. Если мужчины должны бояться женщин... Вопрос. Правда ли, что мужчины боятся красивых женщин? Мужчины не боятся, я считаю. Женщин, они любят женщин. Стильно, как и одеваются. За собой ухаживают. Но они... Не, сильный мужчина, он любит сильную женщину. Но легче использовать обычную женщину, потому что, ну, глупую, да? Ее можно поиметь и выкинуть, да? Как куклу. Ну, потому что многие сейчас себе напичкали силикона, говорю прямо, губы силикона. То есть сейчас, куда ни посмотри, женщины все резиновые, да? Вот. Даже иногда вот думаешь, а надо вообще вот такое, может быть, купить надувную и в шкафчик спрятать. Вот. Поэтому, если честно, я натуре, да? У меня ничего не накачано, у меня все естественное, потому что, ну, я такая. Ну, я не хвалю себя, я такая. Вот. А даже уколы не колю, я боюсь этих уколов. Ну, вот. Но мне обидно за то, что женщины начали заниматься фигней, да? Начали вот это вот поселенное медицину. Хочу, хочу, хочу. И потом становится через какое-то время непонятно что. И удивляется, почему мужчины их выкидывают. Вот. Ну, вот смотри, она сильная, она богатая, она владеет гипнозом, она может привлечь себе мужчину. И в то же время она становится резинговой. Альфонса она притягивает. Ну, неважно. Притягивала Альфонса резинговая. А приятно это? Мне бы неприятно было, что женщины используют мужчины. Я считаю, что в нашем мире должно, как наши бабушки, дедушки, там, 50 лет назад, да, там, 30 лет назад. Такие вот ценность было семьи, это 50-70 лет до конца жизни, вместе, вместе, все, в дом, в дом. А сейчас, вон, по пять женщины имеют гаремы создают, да, там. Ну, я такая, вот. Поэтому сейчас мужчины не доверяют женщинам, женщины не доверяют мужчинам, и у нас беспорядок. На самом деле я хочу очень, чтобы мы сейчас поменялись, изменились. Вот изоляция нас воспитывает, учит, чтобы мы все-таки научились синить, любить, уважать. Вот. А мы как дикари себя ведем, начинаем что-то, чего-то кому-то доказывать, теряем время, свою энергетику. Зачем? Когда можно классно отдыхать с любимым человеком, и зачем нам кто-то, когда у нас вот есть замечательный, любимый, да. Вот. Ну, если честно, это вот у нас больное общество появляется, и мне жалко за нас в деле. Ну, вот я говорю прямо. Не, ну это хорошо, наоборот, правильно, мы же об этом и говорим. Я Айболит, Айболит, Охболит, Эйболит, и так далее, да? Всех вылечу. Понятно. Вот. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Илья, правда ли, что русскоязычные женщины, то есть не русские, а русскоязычные женщины, считаются самыми милыми, душевными, красивыми? Я не беру тех, которые накачаны и так далее, и так далее. Уберем. Именно русская душа женщины, что действительно она самая... Миф это не миф, сказка не сказка, вот пожалуйста, Илья, твое мнение. Что все-таки они самые такие, 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 такие. Повторите, самая милая или что, потому что что-то глючит? Милая, душевная, красивая, любящая и так далее, и так далее. Это вы меня описали. Это вы меня описали. Я же знаю, кого описывать. Если честно, таких очень мало душевных людей, их очень мало. И мне бы хотелось, чтобы такие, как мы, как я, заряжали людей, и чтобы побольше становились, менялись люди, потому что, к сожалению, у нас люди зациклены на деньгах, зациклены, ну, не знаю, в общем, сходили с ума, поэтому хотелось бы сейчас вылечить людей. И не зря многие занимаются психологией, кстати. И многие вот обнуляются, слава богу, вовремя свой мозг включают. А многие начинают, извините, с ума сходить, и хочется их полечить. Вот я, если честно, по натуре такой, знаете, благодетель, медсенат. Хочу всем помочь и вылечить, и так далее. Хотя задача у меня космос. Я многодетная мама. У меня от бывшего мужа, ну, к сожалению, бывший, да. Хотя у меня сказка была, что я выйду замуж, у меня будут отношения долгие, счастливые, много детей. Но, видите, не всегда сказка бывает счастливой, да. Бывают некие опыты. Вот у меня, да, оказался некий опыт по созданию семьи. Поэтому, мне кажется, где-то и судьба, где-то что-то, время такое, да. Вот. А может быть, действительно нужно с чего-то сейчас к новому прийти. Вот. У меня, видно, идет сейчас новый этап жизни. Я обнулилась, обновилась и поняла, что те отношения, какие у меня были, они не сладкие были, да. Вот. А все-таки женщины, они же хотят быть слабыми. Хотят, чтобы мужчина их пригрел, обнял и сказал, да ладно, все будет классно, да. А мы что-то получаем. Вот теперь вопрос. Вернемся назад, вернемся назад. Сильная женщина. Да, секундочку. Подождите, я сейчас зарядочку возьму, у меня зарядка. У меня, видите, больше. Давай, давай, давай. Да. Иначе мы сейчас, да, иначе мы сейчас можем внезапно, сейчас, секундочку. Так. У нас, видите, все как-то так. Сейчас, секундочку. Давай, давай, спокойно. Ну, у меня, знаете, как вы, вот видите, у меня сейчас тишина. И вот задайте, почему у меня тишина? Слушайте, ну, детей, наверное, всех сплавило куда-нибудь. Или, наоборот, они тебя, или они тебя куда-нибудь сплавили, Лен. Такое тоже может быть. Одно из двух. Я буду пока так общаться? Или как-то сейчас вот нужно, у меня зарядка, видите, как вот. Ну, подставь, там книжечки, может быть, ничего страшного. Вот вы опять мои мысли читаете, только вот сейчас я вот так вот буду. Давайте. Давайте, к чему мы там, на... Боже мой, что у меня с зарядкой? Спокойно, не волнуйся. Да. Есть, да? То есть я задал вопрос о том, что сегодня женщина сильная, зарабатывает деньги, деловая, крутое время сейчас на сегодняшний день. Женщина, она все-таки хочет быть слабенькой такой, попасть в плечики, чтобы ее обняли и так далее, и так далее. В этом плане, как все-таки понять? Понять, понять женщину можно, если мужчина надежный рядом. Вот. И слабая женщина на самом деле сейчас редкость. Вот. Но мы иногда эту функцию включаем. То есть мы стильные, надо быть слабой, зачем включаете, да, как мотор, да? Ну, нам приходится включать эту функцию, потому что сильная-сильная иногда будет слабенькой. Вот. Хочется быть иногда-то слабой, а хочется включить функцию сильной. Поэтому мы научились переключаться, вот. Иногда хитрим, да. Ну, хитрели, в принципе, женщины во все времена, это нормальное явление. То есть, в принципе, говорят, женщину не надо понимать, ее надо только любить. Я думаю, это будет достаточно для того, чтобы она уже не включала все свои там прелести женские, женские штучки. Так? Так ли это? Женщина должна быть загадкой, если она не будет загадкой, то она не будет интересной. Я так считаю. Вот. Это мое мнение. Поэтому мы должны быть каждый день что-то новое, что-то интересное. И мужчине тогда интересно узнавать, познавать. Вот. Хорошо. А вернемся к началу нашего разговора. То есть сегодня день, всемирный день поваров. И часто говорили вот родители, дочкам, доченька, доченька, вот подожди, не торопись, там, на кухне сидеть, нам помогать, еще успеешь всю жизнь. Что вы скажете про себя в этом плане? Или вообще в этом? Насколько это хорошо или плохо? Сейчас, секундочку, подождите. Давай. Давай, давай, давай. Спокойно. У меня что-то с зарядкой. Я не понимаю. Видно, вот, видите, мы сглазили ситуацию. Ну, стремя, то-то-то. А что вы повторите? Что там нужно наше смотреть? Еще раз. Маленьким девочкам, то есть когда они уже подрастают, становятся уже более такими взрослыми девчатами, мамы отстраняют от кухни. Вот еще успеешь, девочка, выйдешь замуж, ля-ля-ля, тра-ля-ля. И потом, когда она выходит замуж, начинаются первые, такие, так называемые, гонки в том, что, скажем, ну, мужчина хочет питания, пусть даже хороший интересный завтрак какой-то, а она ничего не может сделать. В этом плане, как было у вас вообще? Как на сегодняшний день это выглядит? Ну, смотрите, взять семью, да, любую семью. Вот взять тебя, Елена. Вот у тебя как было дома? Запрягали тебя родители? Сама забегала, она кухня. Я в школе научилась готовить, и мне хотелось всегда маму удивлять. В школе, в школе, но не дома. Нет, я училась готовить в школе, и то, что мы учились, я приходила домой, и у меня был некий эксперимент, вот именно связан, что вот я приготовлю, и как мама оценит, не оценит. То есть мне интересно было всегда, чтобы меня мама похвалила. Вот, я готовила печенье, я готовила салатики, супчики. Поэтому мне очень повезло, что вот благодаря школе я научилась готовить. Мама, потому что всегда в делах целыми днями приходила, поздно уставшая, а я как фея фиячила. Готовила. Фиячила, да? Окей. Какое выражение? Часто мамы говорят своим дочкам, доченька, доченька, любовь к супругу лежит через желудок. Ваше мнение. Мне мама такие вещи не говорила, но я знала, что мужчины любят покушать, вкусно покушать. Злой мужчина тогда, когда голодный, вот. И для меня всегда даже, вот и дети так же, если им не дать покушать, они голодные. И для меня очень важно, чтобы мужчина и дети были сыты. Поэтому, когда я вышла замуж, я ставила вперед всегда мужа и детей, что у меня муж должен быть сытым, дети должны быть сыты, а я потом-потом. Я потом. Вот я готовлю, я едой насыщаюсь. Вот так вот у меня было. То есть ты успеваешь в этом плане насладиться, чтобы не быть голодной, получается? Ну, потому что у меня дегустация. Я пока суп сварила, отведала, вкусно. Сделала салатик, вкусно. То есть каждого по чуть-чуть, и вот так я и кушала, по сути. Все нормально, да. Во время приготовления блюд. Вот. Хорошо. Возьмем твое детство, Елена, в детстве. У них были такие игры, ну, дворовые, скажем, такие, обыкновые. Там скакалка, резиночка и так далее, и так далее. Помнишь, да? То есть через резиночку, через обволакивали вокруг двух ребят или девчат, они, не важно, прыгали в резиночку или через прыгалку прыгали. Как у тебя сегодня в этом плане? Ты детей научила этому или нет? Детей я многому чему учу. Дети у меня вообще в этом плане, во всем, я считаю, креативные. Я их и на танцы везде, вообще везде отдаю, чтобы они себя познавали, да, и хоккей, и бокс. Вот я хожу, допустим, на фитнес, и они видят там, чем мама занимается. Хожу в бассейн, и они думают, а мама там тоже. Ну, то есть я детей приучаю ко всему. То есть я изучаю их вот это вот, что они хотят. На бокс ты тоже ходишь, Елена? Да. Ты что, серьезно? Да. Как это называется? Свой гнев выкидывая на накопившийся плохой заряд. Поэтому тоже, да. Ты фотографию не ставишь на грушу, на кого ты выкидываешь гнев? Уж такое, так японцы делают. Нет, пускай это в наших мыслях. Тоже пойдет, да? Да. Хорошо. Елена, что такое для тебя наивысшее счастье? Скажи, пожалуйста. Наивысшее счастье. Можно я на секундочку свечку погашу? А то у меня сейчас дом загорится, если я ее не погашу. Давай, конечно. Ты нам еще нужна на белом свете. Ну, у меня, я скажу честно, у меня дома свечи всегда горят, потому что целый день мы ходим в движение, да. Вот, и мы не знаем, какой мы гнев, негатив цепляем. А огонь, оно как сжигает плохие эмоции. Есть такое. Есть такое, есть такое. Люблю огонь, люблю огонь, камин, я обожаю вообще. Да? Да. Ты потушила свечку, все нормально? Да, 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 все, я не сочи. То есть дом загорится, можно продолжать, да, Ирина? Да, но я всегда за безопасность, поэтому для меня очень важно выходить из дома, выключать электрику, выключать плиту, все. Ну, вот для меня это вот, и детей приучаю. Выходим из дома, выключаем везде свет. Были недавние моменты, когда искрилась у нас электрика дома, вот. Поэтому очень важны эти моменты. Да, ну вот. Ну, до утра у костра можешь просидеть, да? Запросто. Могу, да, могу фиячить. А фиячить у костра это что значит? Ну, огонь, он же успокаивает, как и вода. Вот вода и огонь, он... Вот смотрите, вот представьте ужин с любимой женщиной, да? На озере. Жопы ставил. Ну, без огня же вы не можете ночью на озере находиться, так? Все фильмы, вспомните, ну, все фильмы, да? Вода, огонь. Вот это вот I love you, I need you, I want you. С утречка ночью звезды считаем, с утречка встаем, все-таки позитивно, эмоционально. Вот это классно вообще вот эта эмоция. Поэтому, я скажу честно, я в детстве смотрела очень много фильмов сказочных, да? Да. Любила сказки, индийские фильмы, где там любовь. Даже так. Любимый фильм какой был «Свони мои друзья» или нет? Помните фильм «Зита», «Гита»? Что-то такое вот. Это вот, это сейчас вот я всегда приходила домой после школы, ой, богатые тоже плачут. Там что у нас, какие еще там фильмы? «Раншам», «Свони мои друзья». Это такие, это ностальгия. Я хочу, уважаемое телевидение, пожалуйста, включите назад эти сериалы. Это такая ностальгия, это такие эмоции, это вот, ну. Лена, вот скажи, пожалуйста, ты бы хотела бы в каком-нибудь фильме сняться? Какой вот ты мечтала? Возможно. Золнышко-девчонку или такую вот, чтобы такую сказку какую-нибудь? Скажу честно, возможно, да. Вот, ну это чтобы было такое, знаете, как о любви что-то, потому что так вот этого хватает негатива на телевидении, что хочется сменить, сменить локацию, вот. Что-то снять, снять что-то такое интересное, запоминающее, и чтобы мне действительно хотелось смотреть самой, и чтобы мои дети, а это вот наша мама, а может быть даже и с детьми снятся, почему бы нет, вот. Но я не скажу, что я не актриса, вот. Но если там предложили бы в мини-каком-то сюжете сняться, я, может быть, бы согласилась. Но я не зацикливаюсь, честно скажу. А почему именно в мини-сюжете? То есть от главной роли бы тоже не отказалась бы, правильно я понимаю? Ну, длинная, но я не люблю слишком. Вот сериалы, я бы не хотела сниматься в сериале, потому что это нудно, это скучно, вот. Вот, а вот в фильме каком-нибудь вот такое, знаете, десять в одном, да, и где и любовь, и интрига, и прям вот смотришь, и хочется, вот знаете, как пятьдесят оттенков, да? Вот и хочется вот что-то. И шпионские страсти, да? Да, но я такая, мне хочется что-то такое интересное, чтобы мне самой даже, если я сама пересматриваю, значит, это классно, вот. Ну, я такая вот. Ну, хорошо, повторение, говорят, Елена, мать учения. Если бы тебе предложили сняться в фильме «Манька облигация», роль бы сыграла бы ты? Каком? «Манька облигация», это как там, место встречи изменить нельзя. «Манька облигация» сыграла бы ты, твоя роль или нет? Я даже не знаю, может быть, рискнула, но опять же, мне очень важно, с кем я буду сниматься, с кем я буду в контакт входить, это очень важно. Ты со мной, с тобой будешь снимать. Мне очень важен контакт, насколько человек харизмой подходит мне, это очень важно. Вы заметили, фильмы, да, они снимаются, когда интересно смотреть, они когда люди между собой похожи, да, вот они прямо на одной волне, это очень важно. Поэтому я сама, знаете, мне кажется, я сама даже готова фильмы снимать, мне вот такой взгляд иногда, идеи прям вот, я бы вот так сняла, а тут что это за фигня такая? То есть я критик в этом выражаю, вот сейчас я хочу, вот уже прямо сейчас у меня идет ситуация, я на психолога сейчас иду учиться, вот, потому что я 15 лет посвятила себя семье, да, я, может, только вышла из семьи, закончила, как говорится, колледж швейного дизайна, я шью одежду, вот, и тут же вышла замуж, и тут же у меня по порядку дети появились, то есть я полностью свою молодость, всю свою силу, все свои возможности я запустила в семью, вот, а сейчас я агент своей семьи, я сейчас думаю, как вот сделать так, чтобы мои дети стали талантливыми, известными где-то, да, вот, я пока ищу, как это называется, в своих детях, кем они хотят стать, иногда включаю психологию, дети, а вот, ну, мне очень важно, учиться я очень хочу, потому что мне это нужно для будущего, для себя, да, дети станут большими, выйдут замуж, женятся у них свои дети, внуки у меня появятся, а мне хочется для души что-то свое, вот, я поняла, что психология это мое, я бы пошла в институт, но вот только психология, мне так кажется. Но вот сегодняшнее взять, то, что онлайн делают психологические уроки, там, и так далее, и так далее, там, онлайн, я тебе нагадаю, там, разложу все карты, и так далее, и так далее. Нет, нет, это эзотерика, вы что-то путаете, это эзотерика, а я говорю психология. Ну, я имею в виду психологов сегодня тоже, я психолог такой-то, я психолог такой-то. Нет, я доверяю людям, я доверяю людям, психологам, какие действительно имеют опыт, а он у меня есть. Если вы, допустим, скажете, почему мы должны к Елене Жуковой пойти, потому что у Елены Жуковой много жизненных ситуаций, она знает методику, методы, как выйти из этой ситуации, почему Елена Жукова не соломалась, когда у нее погибла дочь, почему она не соломалась, когда от нее муж ушел, Почему она, благодаря жизни, стала ещё сильнее, мудрее и идёт вперёд. Поэтому для меня психология – это очень важно. Я так считаю, потому что я включаю психолога каждый день. С моими детьми я каждый день, я даже с вами общаюсь, я включаю психолога. Что вы там наготовили-то мне? Чувствуется. Елена, скажи, ты правильно понимаешь, что с Еленой Жуковой можно идти в разведку? Правильно я понимаю? Да, со мной можно на войну идти, и я такой человек, что я ответственность. На войну не надо. Я такого даже на войну пойду. Хорошо, есть такое выражение, красивое платье у девушки или у женщины – это уже красивая женщина. То есть для неё это очень важно. Так ли это? Скажи, пожалуйста. Я считаю, что здесь несколько вариантов. Есть женщина, вот вы видели многие фильмы, да, женщина, девушка обычная, да, и мужчина в неё влюбился, и начал её поверить в неё, начал её одевать, и сделала из неё бау для себя. Можно женщину поменять, действительно. И на самом деле мы все обычные, по сути, смойте с нас косметику, причешите нас с утречка. Вот мы встаём все, мы же обычные. Без макияжа, без накладных ресниц и так далее, без грима. И поэтому многие мужчины бегут от женщин, когда они знакомятся, выпившие особенно, да, после клуба, встают, господи, что это со мной рядом, бегом, и ой, я опаздываю, у меня дела, быстрее одевайся, быстрее, чтобы она выбежала, да. То есть, ну, вот если взять, да, ситуацию. Вот, поэтому тут на самом деле мужчина должен с женщиной познакомиться. Если мужчина, он, когда с ним знакомишься, он какой есть, такой есть, бритый, не бритый, да, ну, то есть, ну, особо-то не меняется, он всегда сексуальный, мы, если с ним познакомились, мы влюбились в харизму, да, вот, прям вот тянет, магнетизм, это магия, притяжение. А вот когда женщина, извините, из неё можно 10 женщин увидеть за одну ночь, понимаете, она и в парике может быть, может быть и с макияжем, без макияжа, может переодеться в костюмчик, и я сегодня буду тебя лечить, понимаете. Вот, поэтому женщина может быть, знаете, функция 10 в 1, поэтому какую вы хотите женщину, вот, можете режим этот включать. Не, ну, когда же всё-таки знакомишься, ты же не знаешь, ты же не будешь там какие-то специфические вопросы задавать. Все вопросы пойдут утром, правильно? А утром уже, как говорится, надо куда-то нестись, как ты говоришь. Смотрите, я объясню, деревенские люди, деревенские женщины, да, они обычные, вот прям их вот как, они всегда, вот одинаковые, да, у них нет вот этих фанатизма, понтов, они вот валенки одели каждый день, ну, одни и те же, да, ну, если взять деревенскую женщину, вот, а наши вот эти вот шубы, машины, вот если взять их, увезти куда-нибудь на фазенду, да, на несколько дней, вы увидите, с кем вы познакомились и с кем вы уехали с фазенды, понимаете. Поэтому мужчины должны эксперименты включать, вот, эксперименты для себя, вот. И достаточно один-два дня понять, с кем вы познакомились. Вот достаточно. Ну, смотри, он познакомился с женщиной, думает, вот она, наконец-то, моя звезда, увёз её на фазенду на пару дней, а там, оказывается, она звезда, и он убежал или умчался. Она говорит, вот, мужчины все одинаковые, им только одно и надо. Что нам делать, скажи, пожалуйста, если ты психолог, подскажи. Сейчас скажу, что делать. Мужчина перед тем, надо давать возможность, вот фильмы же многие снимают на всякие темы, да, интересные, допустим, возможность не спешить. Вот советую, кстати, мужчинам и женщинам не спешить. Что? Ну, мужчины по натуре, они же охотники, чем больше добычи, бух, ой, я и блондинку, и это, и это. Вот, а женщины тоже должны режим охоты включить, понимаете? Не только же мужчины могут охотиться, но, опять же, это не значит, что там, говорю прямо, надеюсь, дети не смотрят нас сейчас. Пусть смотрят, ради бога, господи. Я потому что могу иногда прямо говорить. Есть мужчины, когда хотят, не хотят быть, как это называется, ответственными, да, им нужна свобода. Вот, и они женщину хотят каждый день новую. Вот, не спешат жениться, вот, а есть мужчины, какие в поисках. Поэтому тут можно категорию вообще вот, смотря, что мы ищем. Вот, но совет не спешить. Возбуждает мужчину и женщину, когда он ее познает во времени, да. Вот, сегодня она такая классная. Эмоции, важны в жизни эмоции. Вот там, сегодня был такой классный день. Ну, извините, это не значит, что, милая, поехали ко мне у камина погреемся, да. Ну, понятно, чем ночь закончится. Ну, на сегодняшний день может быть неинтересно, а может быть и интересно. Поэтому, чтобы нам не гадать, а лишь бы как-то, да, лучше потянуть удовольствие и изучать человека долго-долго, если ты для серьезных отношений. А если ты кастингом занимаешься, можно это бесконечно, хоть в день по 10-7. А если переспел аппетит, такое же тоже может быть? Ну, в общем, можно же возбуждать в себе. Не, можно возбуждать это в себе. Сегодня мы встретимся, сегодня будет такой день. Вот, а там следующий день будет вот такой. Если мужчина заинтересован и женщина, ну, я говорю, инь-янь, да, там этот знак. Окей, окей. И притяжение, да, вот это импульс, ай, боже мой, меня тянет, это вот я влюбилась в это состояние. Нужно чем-то интересным увлекать, не нужно одно и то же. Мы сегодня пойдем в одно и то же кафе. А мы сегодня, у меня, вот, а мы сегодня, ну, это скучно. У тебя. Очень важно в отношениях включать хобби, да, вот когда, вот как я сейчас, да, как я живу. Мне интересно каждый божий день, а я сегодня бы хотела вот это сделать. А сегодня, то есть эмоциями хочу делиться и с собой, и с близкими, и так далее. А когда ты одно и то же, это же скучно, как в деревне, да, одно и то же, одно и то же. Люди встают, и вот с места на место у них ничего не меняется, потому что они привыкли к этому режиму, вот. А есть люди, какие хотят путешествовать, какие хотят учиться, какие хотят жизнь познавать. Что такое жизнь? Это любовь, это такое, знаете, увлекательное некое путешествие. И если мы его обрисуем, вот это путешествие, жизнь нашу, вот как мы ее обрисуем, так она и будет. Вот вы молодец, путешествуете, жизненно заряжаетесь, вдохновляетесь. Вы классный мужчина. Вашей жене очень сильно повезло. Ой, повезло. Я в мягом зависти вам завидую. Что она же никуда ехать не хочет. Говорит, надоело. Говорит, хочу дома пару дней побыть. Вот, если честно, я вами восхищаюсь, вашей семьей, вот именно, вы действительно, такой мужчина, видно, с женой, вместе вот, нашли себя, и вы вместе кайфуете от жизни. Я ее нашел. Она мне подобрала. Это счастье, это счастье. Потому что вот мужчина, кстати, делает женщину. Вот какой мужчина рядом с женщиной, такая женщина. Вот. Ну, это есть такое, да, это такое есть. Я желаю всем нашим зрителям, кто свободная женщина, найти таких мужчин, как вот Джордж Дейл. Примерно. Хорошо. Елена, скажи, пожалуйста, есть такое интересное выражение «дорогая женщина». Это что в вашем понятии? Скажите, пожалуйста, что такое «дорогая женщина»? Ну, мозги. Внешне видеть это «дорогая женщина»? Ну, я же опять же говорю, что люди могут маски одевать. Вот сегодня я с вами общаюсь, вы думаете, Ленка такая классная, а через… А кто-то меня видит ужасным, вот она сволочь такая, понимаете? Есть такое понятие, люди иногда одевают маску. Маску на себя, либо там вот для того, чтобы для защиты. Вот. Я на самом деле непредсказуемая. Вот. Вы мне позитивный человек, я с вами улыбаюсь. Вы меня заряжаете, я вас, да? А есть люди, какие из тебя эмоции… Выведи человека на эмоции и поймёшь, кто ты. А есть такое на самом деле. Интересно? Да. Интересно. Поэтому важно, кто с тобой рядом. Я делаю изоляцию от, скажу, от токсичных людей. Если мне что-то неприятное, я тут же делаю прям дистанцию. Либо влог ставлю, либо вообще перестаю общаться. Я поняла, что токсичные люди, они из тебя качают твою энергетику. И ты потом беспомощно лежишь в целом. Но это годами, это всё годами. Но есть доноры, а есть, получается, вампиры. Ты об этом говоришь. Правильно? Мне кажется, я с бывшим мужем, я была феей, а он был такой девалёнок. И мне казалось, что это было отношение на выживание. Но мне это показалось. Сейчас я делаю диагностику некую по опыту предыдущему. Нельзя плохо говорить о покойниках, нельзя плохо говорить о бывших. Но я такой аналитик, я критик. И я сейчас многие моменты взвешиваю. Почему? Что я не так сделала? Я поняла, что я сделала всё в порядке. Это на самом деле был некий опыт. Мне нужно было себя возбудить на сильную личность. Хотя я была всегда ей. Лен, в каждой своей есть свои нюансы. И всегда, как говорится, когда семья разбегается, оба виноваты. Один больше, один меньше. Это детали. Окей. Воспитание. Сегодня, как говорится, ты женщина. Опытная, с опытом, с большущим опытом, с сумасшедшим опытом. Что такое сегодня? Космическим. Что такое, как сильно сегодня влияет воспитание мужчины для женщины и наоборот. Воспитание женщины для мужчины, которые делают первые шаги. Ну, неважно, сколько им лет. 20, 25. Мы говорим сейчас о детях или уже о зрелых отношениях? Зрелый возраст. Зрелый возраст, да. Я скажу так, что все моменты идут с детства. Это все психологи говорят. Вот даже вот в отношениях мы иногда критикуем мужчину своего любимого, либо мужчина критикует женщину свою любимую. А это говорит о том, что если копнуть глубже, да, мы поймем, что у мужчины там в детстве не было любви, потому что папа ушел из жизни, условно говоря, когда он был маленький. Или там у женщины не было, там папа, он ушел, там мог чужой тете. Ну, у каждого индивидуально. Но вообще идут все, ну, модель поведения мужчины и женщины, зрелым, да, вот если мы говорим сейчас уже о больших мамочках, папочках, то это все идет с детства, вот. Что мы недополучили, мы пытаемся вот это выкладывать свои гнев, эмоции на отношениях, вот. Мы иногда не можем это сказать, а показываем поступками. Поэтому воспитание, я считаю, вот если взять на примере, да, моего малашенького сына, он, он, я его не воспитываю, он сам воспитывается, я объясню как. Я ему дарю любовь, он мне дарит. Вот сегодня мы были в одном боготворительном фонде вместе, вот. И он телефон включил, прям на мощь, да, когда идет тренинг, а он включил, говорит, Стива, Маш, потише, ты отвлекаешь, ты понимаешь, ты внимание привлекаешь. Он говорит, мама, не психуй, успокойся. Я говорю, ну ты же меня на эмоции водишь, то есть люди там общаются, да, а мы ведем диалог. Он такой, мамочка, и он при всех начинает меня целовать, ладно, я больше так не буду. То есть понимаете, да, он вовремя понял свою ошибку, он извинился, но не каждый может извиняться, да. Поэтому очень важно принять, понимать, но опять же говорю, это либо идет, сам человек воспитывается, да, годами, либо идет это генетически, либо идет вот как вот мама, папа заложили. Ну это у каждого индивидуально. Меня не воспитывала ни мама, ни папа, я сама по себе, да. Вот. И я скажу так, что я видела в свои годы очень многое, вот. Если я буду книгу сейчас, я сейчас хочу книгу записать, документальный фильм снять, я хочу там многое заложить, мне нечего таить, в принципе, все это жизненная реальная ситуация, это и в фильмах описывается. Я много чего познала, почему я стала такой сильной личностью, что я всегда включала мозг. Вот в любой ситуации я не панику включала, а мозг. Многие паникают, а-а-а. А я такая, ой, подумаешь, потоп, ничего, сейчас электрика, сантехника вызовем, подумаешь, там что-то. Сейчас свечку затушим, да? Да, да, ну вот видите, как мы в прямом эфире свечи-то огасили. Кстати, Елена, скажи, пожалуйста, по поводу извинения, вот ты сказала, да, вот то, что у тебя получился такой нюанс с пацаном младшим, он как бы извинился, поцеловал, ля-ля-ля, мамочка, так получилось. А вот почему все-таки, когда какой-то немножко небольшой спорный вариант, неважно какой, маленький там, совсем маленький, женщина ждет, чтобы мужчина подошел, первый извинился. Вот у нее нет такого первого шага. Почему? Это трик такой, женские штучки опять, или что это такое? Нет, я объясню. Женщина, мы же девочки, мы хотим, чтобы нас любили. Потому что вот когда папа, да, ну так, если взять идеальную семью, да, хотя редко бывает идеальная семья, вот, папа всегда обнимает дочь, любит, я тебя люблю, ты моя солнышка, ты моя зайчка. Ребенок упал, доченька, да, доченька, вставай, давай тебе ножку поцелуй, да, ну это я говорю о факте, как долго, а есть мужчины, она вставай, давай, подумаешь, упала, да, мы воспитываем сильную личность. Давай, вставай, подумаешь, упала, ну ногу себе покорябала, ничего до свадьбы доживет, да, ну то есть мы так и на примере. Вот, зависит все опять же от внутреннего, как ты воспитываешь. Но мы с женщинами привыкли, ну вот я такая, да, вот, люблю, когда если кто-то накосячит, я люблю, чтобы мне вот позвонили, написали, Лен, ну ладно, давай забудь. Ну блин, я люблю, когда мужчины извиняются, потому что если накосячила, нужно извиниться. Хотя бы, ладно, не словами, цветами, шоколадкой, я не знаю, взять там, я не знаю, ну мозг включить мужчина должен, да, извиниться за поступки. Понятно, понятно. Записано, ручки записали не только на бумаге, но и в мозгах тоже. Договорились. Лен, такой вопрос, скажи, пожалуйста, наша жизнь бежит, движение, мы идем по прямой, и как не пропустить свой счастливый поворот? Как почувствовать? Важна бы такая чуйка, вот именно сверху. Смот должен приходить, всегда человек должен включать интуицию. Что такое жизнь? Это любовь. Мы встаем, неважно какое, выспались, не выспались, мы встаем с любовью. Благодарим день за то, что мы встали, да, благодарим день за то, что он есть, благодарим за то, что неважно какая погода, неважно, кто тебе там банк позвонил и там вовремя кредит заплатить, мы должны это все принимать с любовью. Если позвонили, значит мы должны, вот. Вот, если что-то мы там куда-то едем, там, ну автобус перед глазами, да, не успели там за секунду, да, добежать, уехал, да, и ладно, новый придет. То есть нужно всегда включать интуицию, логику. Он же не один, этот автобус, да, на всем свете, придет новый, вот. Вот, а может быть знак, не ехать никуда, включи режим отдыха, прийти домой и отдохнуть. Ждем куда-то наша, да, появилась немножко опять, что-то пауза была. Еще раз, последнее, скажи, пожалуйста, Елена, последнее выражение, скажи, пожалуйста, еще раз, оно пропустилось, а почему-то куда-то исчезло. Угу, да, говорите. Я говорю, последнее выражение пропало, я не успел поймать, оно пропало куда-то, последнее выражение. Повтори, пожалуйста. Надо включить логику. Если автобус ушел, значит и бог с ним, вот. А придет новый, не один на свете же автобус, вот. И нужно всегда спокойно относиться к ситуации. Лена, скажи, пожалуйста, быть самим собой, вот и сама соба, и свободна, это уже красиво? Когда ты свободен, ты можешь быть в отношениях свободным, да, очень важно в отношениях договориться. Вот мужчина, женщина, да, если они на берегах договорились, значит все варегут. Если не договорились, будут всегда конфликты, скандалы. Поэтому очень важно говорить, чего ты хочешь, куда ты хочешь, свои эмоции. Вот, допустим, мне там неприятно, как ты поступил, мне неприятно, что ты вот меня унизил при ком-то, да. Потому что люди же, вот, допустим, мужчина, у них по-своему мозг варит, а у женщин по-своему. Поэтому мужчины иногда не видят, что они косячат, что они говорят. Особенно, когда выпьет алкоголь. Они не знают свою дозу, да, вот. И начинают так себя вести, белая горячка и так далее. На следующий день, это я, особенно видео, когда показываешь, да, это ты, милая. Ты посмотри, да ладно, ладно, подумаешь, я же пьяный был. И начинается, будто ни о чем, да. А женщине как это неприятно, когда люди критикуют. Что у тебя за мужик такой-то, а, понимаете, это же стыдно. Вот, это ладно, там женщина, скажет, ну, подумаешь, выпил мой мужик, а что, с кем это не бывает, да. Вот, а на самом деле, когда это повторяется, да, это же неприятно, когда мужчина себя, вот, в магазин приходит. Вот как на примере сегодня. Я в магазине с детками покупаю еду. Я на примере говорю, да, эта ситуация, у меня в магазине знают все, что я адекватная и так далее. Вот, и я с детками покупаю еду, и ко мне подходит, за сегодняшний день у меня был аншелак. Мне позвонили два учителя. Один учитель одной дочки, и еще одна дочка у меня хулиганит. Ну, понятно, у детей психологический стресс, да, дети редко папу видят. Но это естественно. Но когда ко мне в магазине, ладно, эти звонки со школы, заберите ребенка, он плохо себя ведет. И говорю, да, да, сейчас приду. Одна звонит, типа, дочка упала со стула, у нее голова болит, заберите. Я такая, ну, представляете, да, вот сколько у меня задач. А тут в магазин приходишь, еды купить, детям ужин приготовить. И так в итоге встречаешь психолога, какой говорит, Лена, я ваш психолог. На весь магазин орет. И я такая, господи, что это такое? Вот, и мне даже в магазине на кассе говорят, неужели у нее нет вот этого этикета, что нельзя вообще. Вот, она же психолог. Вот представьте, каково это, да, вот нам, людям. Иногда вы такие, ну, я такая, знаете, что мы по телефону решим ваши задачи, ладно, я знаю, какие у меня дети, они в стрессе. Давайте по телефону поговорим. То есть я уже включаю режим психолога, понимаете. А женщина, психолог, она должна умную вещь сказать, что, Елена, мне бы хотелось с вами поговорить на днях. Вот, это очень важно, договориться, вот. А овчарка у тебя лает, там дома или нет? Это моя безопасность. Она у тебя дома или нет? Она дома, да. Сейчас, у меня то свечки, то собаки. Можно я на секундочку отойду, на секундочку? Давай-давай, позовись, давай-давай. Ребята, на всякий случай, еще раз Джордж Делл приветствует вас с самого юга Баварии. На всякий случай, пишите интересные вопросы. У нас сегодня 127-я наша звездочка, бриллиантная, с нами на инстаграме Елена Жукова. За год и 4 месяца 127-я звезда, очень разнообразнейший калибр. Смотрите наши гостей, ребята, на любых социальных, не важно, каких каналов. Ищите нас в Дель Экспо Эвенц, в Ютубе все каналы выстрелены в лайв. Очень интересный калибр, ребята, артисты, больших и малых театров, фокусники, художники, писатели, психологи. Вот сегодня у нас, кстати, Леночка очень специфическая. Вот она пропала куда-то. Надеюсь, она появится. На всякий случай, всем привет. Не знаю, кто это, Леночка, красотка Фойтос Ольга и так далее, так далее. Всем, ребята, привет огромнейшие. Мы успеваем поздороваться со всеми, передать всем привет. Но вот ждем, куда-то наша Елена потерялась, побежала за собакой. Вот такой нюанс. Поэтому на всякий случай, если что, получится, посмотрим, включится ли она еще раз. Мы ее включим, если нет, то тогда на всякий случай скажем потихонечку. Всем до свидания. Еще раз ждем минутку максимум, ребята. Перед вами был сегодня на манеже, как всегда, Джо Арчделл с Южной Баварии. Ищите нас на Фейсбуке. Интересная, интересная у нас группа, интереснейшие путешествия. Приезжайте к нам в гости. У нас очень интересно. Так и называется наше путешествие. По следам баварских королей с королевами. Там, где сказки живут. На всякий случай, ребята, еще раз ждем, ждем. Много вопросов, много секретов рассказала нам Елена в свои женские штучки. То есть про себя, именно вообще про женские шучки. Для того, чтобы мы, мужчины, не только поучились, послушали, но и применяли это все на практике с нашими любимыми. Поэтому еще раз на всякий случай ждем. И не забывайте, что каждую неделю с нами на инстаграме выходит новый гость с нами. Мы всегда это скрываем потихонечку, так как у нас в понедельник идет немножко о природе нашей Баварии. Мы рассказываем небольшие, маленькие очерки, видеорепортажи и так далее, и так далее. А так, ловите нас каждую неделю. У нас специфический гост. Или в среду, или в четверг, или в пятницу. Уже зависит от наших с обоих сторон времени и свободного дня, чтобы мы могли сделать интервью 21 века. Пока не видим нашу Елену Жукову, но все-таки интересно. И для меня самое, что интересно, все-таки, чтобы иметь сегодня шесть детей, быть одной без супруга. Хотя говорят, что у меня и одного ребенка я воспитать не могу. А есть хорошее выражение. Один ребенок в семье – это не ребенок. Два – это вроде направление идет к семье. А минимум три и больше – это уже, как говорится, настоящая интересная семья. И только вперед, только вперед. И что-то у нас не появляется наша Елена. Наверное, мы все-таки скажем всем до свидания. Узнаем что-то, как там. Или свечи у нее там горят, или собака нагоняет, или еще что-то. Но в любом случае, наверное, скажем, ребята. До свидания. До новых встреч. До следующей недели. Всего хорошего. Джордж Дэл. С вами был На Манеже. С нами на Инстаграме в 21 веке.